Семнадцатого декабря мы зашли в больницу, восемьдесят четвертого года постройки. Никогда не проводилось никакого ремонта здесь, ни текущего. В десятом году что-то делали на первом этаже, где мы что-то делали. Мы в рекордные сроки, если учесть, вы же понимаете, 17 декабря, новогодние праздники. И мы сегодня, в марте месяце, уже все четыре этажа переоборудовали, провели кислород, сделали разводку. Построили помещение для криоцилиндров, обеспечили два криоцилиндра вместимостью по две тонны. И обеспечили более 110-120 кислородных точек. Успели, что-то успело прийти, вот кровати, например, пришли. Мебель еще не пришла, но мы пока что пользуемся старой мебелью, поэтому не судите строго за тот внешний вид, который еще здесь кое-где просматривается. Но нам было важно не только внешнее, но и внутреннее. Мы сегодня готовы принять эту больницу 8, принять 110-120 пациентов. И планируем их уже готовы открыться. 15 человек сегодня болеют медперсоналом 8 больницы. Не хватает рематологов. Поэтому благодаря нашему медицинскому университету, медицинской академии, которая сегодня, и тем молодым людям, действительно, патриотам своей профессии, я думаю, с них будут хорошие врачи, которые в сложное время для страны, в сложное время для всех, остаются преданными профессии, идут работать. Все выплаты, которые касаются доплат договоров с НСЗУ, все поступают вовремя. И наши муниципальные добавки, они все выплачиваются вовремя и своевременно. Ремонт проходил с 17 декабря. Сделан ремонт на всех четырех этажах. На двух этажах с полной заменой электрики. Сделана новая адресная пожарная сигнализация. Подведено 100 точек кислорода. Для того, чтобы готовиться к установке два криоцилиндра по две тонны каждый. На сей час у нас тонна кислорода в системе. Планируется 120 коек. Из них 12 коек интенсивных. На сегодня, вы видели, они уже подготовлены, развернуты. Городом закуплено все оборудование для получения ковидного пакета. Я пропустила, не сказала, когда Геннадий Алексей говорил, кроме тех мониторов, вы видели, лабораторного оборудования еще закуплен рентгенопарат переносной. Он находится на четвертом этаже. Из Киева приехали инженеры. Сейчас идет цифровая настройка. Потому что он с цифровщиком, который требует определенных навыков. Мы сформировали три бригады, но у нас на этот период хвориют 15 работников. Кроме того, главная проблема, которая для всей Украины есть, это нет лекарей, анестезиологов и реаниматоров. Нам зараз допомагает наш департамент, допомагает кафедра медицинского медуниверситета. Мы ждем на интернеров, анестезистов. Вы видели, это наши сотрудники. Одна из них интерн, тоже в будущем, анестезист Ирина Демьяновна. И сейчас ждем, сегодня пришли еще два анестезиста. Они лекаря, но они не имеют права, они будут работать как средние. Но они уже интерны другого года, поэтому они, на них можно покластися. Мы их знаем. Середний медперсонал у нас веком десь больше 60 лет. Это также проблема, потому что профессиональные заболевания старше 65 лет, вы знаете, законом очень прискипливо дивляются. На другом поверхности сложнее, бригада есть, но я скажу, что за этот месяц три лекаря извольнились, два лекаря отъезжают в другие страны, одна после тяжкого ковида не может работать. Большинство сотрудников перехворили, но кто хворил, тот знает, что у них остается тяжкий астонический синдром, люди поступово входят в работу. Это в оккупе на 5 английских, 7 английских, таких называемых блендерах, облазнителей воздуха. Люди годами делают, но тут ничего не делают. Я считаю, что они геройся. Мебель придет. Мебель придет, да. 1,3, количество кислорода, но это подносили окружающие. Когда уже подаем кислород, естественно, что он определяет нужное количество. Есть специальные трубочки, тоже есть в другой порядке. Зашли, оделись, и зашли в шлюз, и пошли в порядку. Значит, вот здесь больного осматривают специальные инфекуики, потолка. И есть еще другие, для более тяжелых, где стоят электроприводом. Продолжение следует. Все время подкупаем. Запас есть, да. Здесь заливается водонос, система подключается. У нас автоматически насасывает нужное количество воды. Подогревает ее. Тут в системе уже встроен температурный датчик. То есть он сам определяет, какую температуру ему давать больному. Питание сотрудников, обеспечить. Есть люди, которые нам помогают. Это наша задача, и мы ее выполним. Оттушение памяти. Спасибо. И еще один момент. Не болейте тогда.